Всем привет! В одном из прошлых видео мы познакомили вас с понятием центра финансовой ответственности. Бывает так, что отдельные ЦФО в рамках предприятия оказывают друг другу какие-то услуги или передают товарно-материальные ценности. И при этом вы, как руководитель компании, контролируете результаты деятельности этих ЦФО. Ну, то есть их финансовый результат. Как же при этом не обманывать самого себя и получать при этом более или менее объективную информацию? С вами канал Справочное бюро предпринимателя. Сейчас все расскажем. Итак, давайте представим, что у вас есть транспортная компания с десятками автомобилей. Есть и ЦФО. Это транспортное подразделение, в котором есть свои диспетчеры и водители. А еще есть своя мастерская, которая эти автомобили и обслуживает со своим штатом и оборудованием. Но, поскольку машины у вас почти новые, работы с ними совсем немного. Поэтому ваша мастерская оказывает услуги прочим сторонним потребителям. Ну, проще говоря, шабаш немножко. Естественно, за денежку. Так что в рамках вашего управленческого учета эта мастерская рассматривается как еще один центр финансовой ответственности. Прибыль каждого из этих двух ЦФО вы считаете по отдельности. Ну, чтобы понять, сколько приносит денег каждое направление вашего бизнеса. Но тут вопрос. Как посчитать стоимость услуг, которые одно подразделение оказывает другому? Тут есть четыре основных подхода. Подход первый. Ну, конечно, самый простой. Считаем, что эти услуги оказываются бесплатными. Это, кстати, вполне допустимо. Если объем этих услуг пренебрежительно мал. Например, если ваши механики тратят на обслуживание ваших же автомобилей очень маленький процент своего рабочего времени. Этой мелочью и правда иногда можно пренебречь. Такая погрешность в управленческом учете вполне допустима. Проще действительно считать, что эта услуга бесплатна. Но за такой ситуацией нужно пристально следить. Ведь это только сегодня, ну или завтра ваши машины новые и требуют к себе мало внимания. Со временем все изменится. Тогда можно будет попробовать второй подход. Примерно определить, какой объем услуг в среднем ежемесячно оказывается одним ЦФО другому. И договориться о фиксированной стоимости этого объема. Получается своеобразный аналог абонентского обслуживания. Пусть будет 100 тысяч рублей. Каждый месяц в своем управленческом учете вы будете добавлять 100 тысяч рублей к затратам транспортного отдела. И столько же к доходам ремонтной мастерской. И никаких сложных расчетов. Как видите, все предельно просто. Но, к сожалению, такую простую договоренность периодически придется пересматривать. Меняется объем работ, меняется их себестоимость, меняется и ситуация на рынке. А еще это источник для неиссякаемых внутренних конфликтов. Вот представьте, что пришла пора менять зимнюю резину на летнюю. Ну или наоборот. Механики работают сутками, чтобы заработать себе немножечко побольше. Очереди клиентов с деньгами стоят на улице. И в разгар этого аврала им приходится обслуживать машины вашей компании. Причем не за живые деньги, а в счет внутренних каких-то непонятных взаиморасчетов. А ведь у механиков-то еще и премия есть. Она от выручки зависит. А тут какой-то внутренний оброк надо исполнять. Поэтому конфликт-то намечается. Хочешь не хочешь, а тут уже приходится вести учет реально выполняемых объемов работ и их стоимости. Вот тут-то и возникает так называемая трансфертная цена. По которой одно подразделение вашей компании передает другому подразделению услуги или продукты. А как эту трансфертную цену правильно и справедливо определить? Здесь уже появляется третий подход. Определение трансфертной цены по формуле. Себестоимость плюс фиксированная наценка. Наценка, кстати, может быть равна нулю. Ну, тут уж как сами решите. И вроде бы все справедливо и логично. Но есть сложность. Дело в том, что рассчитать себестоимость иногда не так уж и просто. Особенно, если речь идет об услугах. Тут ведь не только состав работ важен. Но и, например, срочность. Кстати, и сезонность тоже может повлиять. И снова начинаются конфликты и споры между вашими сотрудниками. Ха! Ха! Кто кому, чего, куда. Механики считают, что работают себе в убыток. А водители, в свою очередь, считают, что механики накручивают себе объемы работ. И раздувают их себестоимость. Ни к чему хорошему такие выяснения, конечно, не приведут. А несчастный руководитель все это время будет выступать в форме такого рефери, который будет разнимать этих ваших сотрудников. Так что самым правильным на самом деле является четвертый подход в определении трансфертной цены. И звучит он так. Определение трансфертной цены по рынку. Просто при определении цены на услуги вам нужно понять, сколько бы стоила точно такая же услуга на рынке, если бы вы заказывали ее не в собственной мастерской, а где-то в другой. Такое изучение цен совсем не обязательно делать постоянно. Достаточно время от времени сверять внутренние цены с ценами рынка. В тех случаях, когда возникают какие-то сомнения или споры. Да, и бывает такое, что рыночные цены иногда в несколько раз больше себестоимости. Но тут уж пусть никто не возмущается, что одно подразделение зарабатывает деньги на другом подразделении. Дело в том, что внутреннее приобретение продуктов или услуг по нерыночным ценам – это такой опасный самообман. Если периодически не сверять внутренние цены с внешними, то на деле может оказаться, что ваши подразделения и их продукты не так рентабельны, как и отказалось. И даже не исключено, что ваши транспортные подразделения уже давным-давно убыточны. И экономически целесообразнее его закрыть. И все силы бросить на развитие вашей ремонтной мастерской. А может быть и наоборот. Вдруг окажется, что себестоимость ваших работ по обслуживанию автопарка выше, чем розничная цена в соседнем крупном автоцентре. И поверьте, такое тоже бывает. У них совсем другие объемы, а значит и другие технологии. И сравнение трансфертной цены с рынком показывает, что вашу мастерскую выгоднее закрыть. Ну или продать кому-нибудь, кто сумеет на ней зарабатывать. Собственно, об этом и речь. Методически правильный управленческий учет позволяет принимать верные управленческие решения. Даже если, на первый взгляд, они не очень очевидны. Мы не раз говорили, и еще раз повторим. Эффективно можно управлять только тем, что вы можете точно измерить и оценить. И система управленческого учета по центрам финансовой ответственности, да еще и справедливыми трансферными ценами, в этом вам может очень сильно помочь. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписаться на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Ну и, конечно, пишите комментарии под видео, мы их обязательно прочитаем и обязательно на них ответим. Увидимся!